Добрый вечер, Гомель! Мы в прямом эфире. Телефон в нашей студии 342243. И это значит, что каждый из вас может стать участником нашей программы. Сегодня мы говорим про лишний вес. Мы ждем ваши истории, как вы боретесь с лишними килограммами. Звоните в студию, пишите в Вайбер, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Я напоминаю, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель!» Если у вас есть лишние килограммы, значит, они вам зачем-то нужны. Так считают психотерапевты. Поэтому одним из первых шагов на пути к избавлению от лишнего веса сегодня в нашей программе будет выяснение причин, которые побуждают его набирать. Почему мы набираем лишний вес? Спросим у врача-психотерапевта, специалиста в области психосоматики. Я хочу пригласить в эту студию Наталью Лысенкову. Встречайте. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня мы научимся измерять лишний вес и узнаем, как от него избавиться без вреда для нашего организма. И поможет нам в этом врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Георгий Романов. Встречаем. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Есть нужно с удовольствием и не спеша. Так считает наш следующий эксперт. Он поможет нам ответить на вопросы, как не надо худеть, какие из популярных диет самые вредные и как худые могут помочь полным. Советы на каждый день и подробности научных открытий знает врач-консультант Центра превентивной гастроэнтерологии Татьяна Гавриленко. Встречаем. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну что, статистика. Если верить нашей статистике, то к 2025 году 40% мужчин и 50% женщин будут иметь избыточную массу тела. Поэтому вот эксперты Всемирной организации здравоохранения определили лишний вес уже давно, как пандемию 21 века. У меня такой вопрос, наверное, общий для вас, для всех. Почему так актуальна проблема лишнего веса сегодня? Наверное, это связано с тем, какие стандарты предъявляет общество, да, какие существуют идеалы сейчас у нас. То есть это связано, ну, с социумом, во-первых. Это связано, может быть, связано еще с тем, что с внутренним состоянием человека, да, то есть каким он хочет быть. То есть мы хотим быть похожи на модели. Да, мы хотим быть похожи на модели. И поэтому находим у себя, ищем и находим у себя лишний вес. Находим у себя, да. Потому что если говорить о лишнем весе, то здесь лишний вес и эмоциональные составляющие, ну, скажем так, психологические факторы, они очень связаны, да. Не зря, если говорить, вот лишний вес рассматривается со стороны психосоматики. Ведь что такое психосоматика, да? Психосоматика, если говорить в самом слове, то состоит из двух слов. Психо – это душа, сома – это тело. То есть равновесие души и тела. Ну, об этом поговорим обязательно сегодня в нашей программе. Это один из ключевых моментов сегодняшнего эфира. Как вы считаете, почему так актуальна проблема? Ну, да. Кроме, конечно же, психологических аспектов, кроме какого-то внешнего вида эстетики, для врача очень важны еще другие болезни. Ожирение или избыточная масса тела тянет за собой огромную череду болезней. На сегодняшний день есть четкая связь между артериальной гипертензией и ожирением, сахарным гибетом и ожирением, желчекаменной болезнью и ожирением. И можно продолжать, даже сегодня 12 локализаций рака связаны с ожирением. То есть это не только красота нашего тела, это прежде всего здоровье нашего тела, лишний вес. Ваше мнение? Да, я соглашусь со всеми предыдущими ораторами. Дело в том, что действительно нам приходится сейчас очень сильно бороться с последствиями этого ожирения. Это очень сложно, потому что люди порядком сами не хотят этого делать. Не хотят бороться? Да, не хотят бороться. Они считают, что вот есть болезнь, вот, пожалуйста, давайте лечить мою болезнь. А то, что первопричинными факторами может являться ожирение, ну, к сожалению, не хотят это понимать. Спасибо. Георгий Никитич, а как человек вообще понять, что ему необходимо похудеть? Какие вот популярные способы для этого сегодня существуют? Ну, есть старые проверенные способы, которые знает каждый человек, это стать на весу и известиться, и увидеть свой вес. Это самый простой способ. Но вот есть некоторые новые тенденции, которые говорят о том, что сегодня не только вес является основополагающим критерием диагностики. Сегодня мы взяли в руки такой важный инструмент, как рулетка. Начинаем измерять окружность талии. Можем поэтому поставить ожирение. Есть современные технологии, которые позволяют нам определить количество жира в организме. Тоже этим мы пользуемся. Мы сегодня будем это делать? Да, можем, да, сделать. Вы знаете, вы не поверите, но я готова, дорогие друзья, я готова прямо сейчас в прямом эфире пройти этот эксперимент. Поверите, это будет впервые. И все-таки, наверное, уже пора узнать, сколько на мне лишнего веса. Поможете мне? Ну, давайте попробуем. Ну, поаплодируйте, поддержите нас, я боюсь на самом деле. Итак, мы подходим к чудо-весам. Ну, на самом деле, это весы такие, да, не совсем чудесные. Они уже прошли испытания во многих центрах, клиниках, используются уже современной медицины. Ну, в каждом доме таких весов нет. Да, таких весов нету, поэтому в чем эти весы, в чем их особенность? Сейчас мы будем проводить исследования, и я буду комментировать в процессе нашего исследования. Поаккуратнее комментируйте, пожалуйста. Да, конечно. Ну, первое, что мы готовы встать на весы. Так. На этих весах есть не только взвешивание, но есть еще, нужно встать ровненько, видите, там какие-то есть контакты есть, которые нужны нам будут. Так, вы готовы? Да. Сейчас мы посмотрим сначала ваш вес, замерли. Вес определен. Теперь мы готовы к биоимпедансу. Сжимайте, пожалуйста. У меня вчера меньше было веса. Это было вчера, сегодня уже совершенно другой день. А, на мне еще микрофоны, наушники, да, минус два. И еще одежда. Мы выпрямляем ручки и сжимаем плотно контакты, чтобы ток, который существует в этих весах, прошел через ваш организм и замерил сопротивление. Дышать? Мы будем изучать вас по частям, извините за такое слово. По косточкам. По косточкам, правильно. Так. Я выставляю ваш возраст. Вам сказать, какой у меня возраст, или вы знаете? Ну, если это не секрет. Нет, 43. Так, я выставляю ваш возраст паспортный. Повторяю еще раз, паспортный. Дальше. Я выставляю ваш пол женский. Я выставляю ваш рост. 162. 162. И нажимаю кнопочку пуск. И сейчас аппарат будет высчитывать. Вы знаете, как сейчас скажете результат, кто-нибудь другой будет сейчас вести, наверное, программу? Нет, нет, все хорошо будет. Так, мы смотрим, значит, мы смотрим вес. Небольшое превышение. Есть небольшое, не будем открывать. Ну, понятно, да, конечно. Смотрим содержание количества жира. Конечно, есть. Небольшое количество жира. Есть превышение. Тоже я не буду сказать небольшое, чуть-чуть, слегка. Женщине может позволительно это. Дальше косточки. Они у вас косточки прочные, у вас хорошие. Дальше. Количество воды. Это очень важно в соотношении баланса. Водный баланс. Чуть-чуть, да, нужно побольше все-таки пить. Поэтому здесь рекомендация не просто такая уже голословная. Пейте больше воды. А вам конкретно уже нужно вот немножко увеличить. Да, вот на состояние организма. Дальше. И последний показатель, который нам нужен для расчета вашего метаболического возраста, это внутренний жир, так называемый висцеральный. Он самый опасный, находится внутри, вокруг органов. В любом случае он есть. Он есть. Он есть. Да. Он есть. Ну, биологический мой возраст, я так понимаю. В итоге, в итоге, чуть-чуть, чуть-чуть превышает. Не намного, но чуть-чуть. А почему? За счет чего? За счет того, что я мало пью? За счет того, что я могу проанализировать в целом. У вас небольшое превышение общего жира, есть немножко висцеральный жир, немножко маловато воды. И вот на этих вот суммарно... И, в принципе, это три причины, которые я уже могу... Если вы начнете больше пить, вы начнете снижать массу тела, вы немножко займете своим животиком, да, и вы будете молодеть прямо на глазах. Спасибо. Ну, вы знаете, удивительный метод, кстати говоря. Давайте мы сейчас остановимся здесь и попробуем поговорить про второй метод. Это определение индекса массы тела, на котором сегодня сидят очень-очень многие женщины и мужчины тоже. Что это такое? В нем есть плюсы и минусы. Это формула. Формула достаточно простая, это может любой человек дома рассчитать. Килограмм массу тела разделить на метр квадратный. Так, возьмем мои килограммы. Давайте. Возьмем 64, допустим. 64 килограмма. Помогите нам посчитать на калькуляторе, мы вот зрители наш попросим. И рост. И рост 162. 1,62 умножить на 1,62. Это в квадрате. Так, дорогие друзья, я хочу обратиться к нашим телезрителям. Вы можете точно так сейчас посчитать без весов по этой формуле свой вес. И вот мне уже слышу, подсказывают. Так, сколько? 24. О, так у меня просто предел, по-моему, да? Я к чему говорю, мы сейчас попросим показать. Вот у нас на экране, дорогие друзья, вы видите. Прокомментируйте. Табличку, да. Видим табличку, смотрите, 24, 24 и 0. Это мой индекс массы тела. Это нормальный индекс массы тела. И если бы у нас не было этих весов, мы сказали, что у вас все замечательно. Да. То есть, в принципе, норма. Да. Но эти весы нам позволили более углубленно. Поэтому сегодня вот этот вот индекс массы тела, он как такой начальный, стартовый человек, чтобы человек понял, что ему нужно идти или не нужно идти. Если он повышенный, у него есть ограничения, кстати говоря, я всегда привожу и на студентам пример. Есть такой уважаемый человек большой, против которого никто ничего не говорит, например, Валуев. У него индекс массы тела 32. Это что, ожирение? Вот нет. Вот здесь ошибочка этот. Этот индекс массы тела, то есть не всегда работает? Не всегда работает. Хорошо. А как тогда способ, который известен еще с наших времен, вот детство, взять и рост, отнять 100 и получится идеальная масса тела? Нет, уже это все ушло. Это вообще все, вчерашний день, да? Мы сегодня уже не используем абсолютно. Вот я сегодня говорил уже про линеечку, да, про этот вот, про, можно я сотру, да? Да, конечно. Про окружность талии, да? Тоже хороший способ, очень хороший способ. И даже бывает так, что часто мы померяем индекс массы тела, он хороший, но взяв сантиметровую ленту, мы говорим человеку, что у вас ожирение абдоминальное. Имеем право ставить диагноз ожирение на основании этого. Есть параметры. Ну, 90-60-90, нет? Нет, для мужчин 94 сантиметра. Это нормальный объем талии? Не более. И для женщин до 80 сантиметров. Это нормальный объем талии? Это для европейцев. Часто бывает так, пациенты ищут себе оправдание, открывают американские данные, где есть 102 и 88. И говорят, если бы я был в Америке, я был бы нормальный. Белорусам надо придерживаться вот этой таблицы. Абсолютно. Дорогие друзья, обратите внимание, это очень-очень важно. Возьмите сантиметровые ленты сейчас, наверное, и попробуйте, померите свою талию. И если больше, то, наверное, надо уже бить тревогу и смотреть далее нашу программу, потому что о причинах и о том, как бороться с лишним весом, мы будем говорить дальше. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Но почему плохо иметь лишний вес? Мы вроде бы как бы уже попытались начать с этого. И все-таки к чему может привести избыточная масса тела? В череде разных заболеваний. Какие из них сегодня, скажем, доминируют? Ну, Георгий Никитич говорил, что это артериальная гипертензия, сахарный диабет, желчно-каменная болезнь, определенные виды рака и нарушение остеопороза и вообще артроза суставов, потому что не каждые суставы выдержат носить на себе такую массу тела, если мы говорим про избыточную массу и ожирение в том числе. Георгий Никитич, скажите, пожалуйста, давайте поговорим о причинах, да? О причинах, по которым мы набираем лишний жир, лишний вес. Скажите, что заставляет нас это делать? Вообще, насколько в этом, мне всегда интересует вопрос, виновата генетика. Мы часто говорим, у меня родители такие же, это генетика. Так ли это? Вы сейчас встали на позицию пациента, к сожалению. Когда пациент приходится общаться, он говорит, что, вы знаете, я в этом не виноват, да, это генетика. Тогда, говорю, тогда вы зря встретились, можете идти домой и жить с этим спокойно, если вас все устраивает. Нет, меня это не устраивает. Тогда давайте про генетику забывать. Действительно, у каждого человека есть определенная наследуемость каких-то обменных процессов. У кого-то они более активные, у кого-то менее активные, но все равно с этим можно бороться, подобрать питание, подобрать движение и так далее. Сейчас говорили еще, я вспомнил, говорили про последствия ожирения. Сейчас уходим, опять же, от последствий. Введено новое понятие. Метаболически здоровое ожирение. Опять же, наши коллеги американцы ввели это понятие. Если у тебя есть ожирение, но при этом у тебя нет ни одной из перечисленных болезней, связанных с ожирением. Оно тебе не мешает? Это тебе не мешает, это твое личное дело. Это тебе как у Валуева, да? Много мышц, много всего. Ну, как бы нет, есть такие категории, да. Есть такие мужчины, они обычно бывают в барах, весельчаки такие. Вот среди них есть такие люди метаболически здорового ожирения. Они такие всю жизнь были. Есть такие пациенты, говорят, я был всегда такой. Мой дед был такой, папа был такой и я такой. И бывает, действительно, начинаешь их обследовать и удивляешь, что у них все хорошо. Им, да, можно сказать, у вас метаболически здоровое ожирение, пожалуйста, живите дальше так. А есть люди с небольшой избытком массы тела, например, чуть-чуть выше нормы, да, а у них уже есть, например, артроз. Мы говорим снижать массу тела. Хорошо, возвращаясь к причинам. Какие, на Ваш взгляд, самые главные причины, которые приводят к лишнему весу? А, причина – это несоответствие между потреблением и расходованием. Все, она одна. Вы согласны? Совершенно верно. А как насчет психологических причин? Мы вот с этого начали наш разговор. Наталья Валентиновна, вот получается, что если проблема лишнего веса в еде, то надо перестать есть. А если проблема лишнего веса психологическая, то убрав ее, можно сразу сбросить лишний вес. Вот какие психологические проблемы вообще сегодня руководят нами, когда мы действительно съедаем лишнюю порцию жареной картошки? Это что, просто наши желания или какие-то страны? Нет, здесь могут срабатывать различные психологические механизмы, да. Мы можем говорить о защитной реакции человека. То есть пища, да, это, скажем так, потребляя пищу, человек становится больше, да, то есть лишний вес. Я становлюсь больше, люди грузят на себя какие-то проблемы, это проблемы могут быть семейные, это проблемы на работе и так далее. И для того, чтобы справиться совсем с тем, что человек вот на себя нагрузил, да, все, что он несет, вот это происходит на бессознательном уровне. Ему нужно быть больше, то есть, да, ему нужно быть устойчивее. За счет этого идет на бессознательном уровне здесь, если брать с психотерапевтической точки зрения, идет, скажем так, увеличение массы тела. Также могут здесь быть проблемы, которые скрыты в детстве. То есть это, возможно, может быть какие-то психологические травмы были. Какие могут быть такие травмы, которые влияют на лишний вес? В детстве не давали есть пирожное? Нет, в детстве, во-первых, еда, она, был культ еды, здесь можно говорить о культе еды. Это причина, это причина лишнего веса. Да, как одна из причин, культ еды. Во-вторых, еда использовалась как либо поощрение, либо как наказание. То есть с помощью еды ты себя хорошо ведешь, да. Возьми конфетку. Возьми конфетку, да. Вот даже можно говорить, в детстве, если мама куда-то уходила и становилась страшно, что делали, можно взять банку варенья и съесть, пока не видят, да. Тоже вот такой своеобразный способ. Варенье, дорфины, еда, здорово. А потом, по 17 годам, джонска не купила. То есть вот наш организм, у него сохраняется память, то есть те реакции, которые были в детстве, мы их потом можем перенести во взрослое состояние. Мы говорили о психологических травмах, здесь еще как одна из травм, это, может быть, было сексуальное насилие. То есть у девочек, если было сексуальное насилие, то как своеобразная защитная реакция от противоположного пола, здесь и про женщин мы можем говорить, увеличение массы тела. Я толстая, я некрасивая, ко мне не подойдут. То есть это тоже своеобразная такая защита. Справиться с такими проблемами возможно? Возможно справиться с такими проблемами. Здесь мы, если будем говорить, то это индивидуальная психотерапия, возможно. Но вот очень часто спрашивают, сколько занятий надо, да? А сколько? Нет единой такой шкалы. Здесь все очень индивидуально. Кому-то достаточно 6 занятий, а кому-то нужно 11-12 занятий. Может быть, и больше. В зависимости от причины, в зависимости от того, как она давно. То есть что еще, какие есть... Вот вторичные... Если мы будем говорить про лишний вес, есть еще вторичная выгода. Так, что это такое? То есть есть вторичная выгода. Чем-то выгоден, удобен лишний вес, да? Вот я уже говорю... То есть он необходим, да? Он необходим. Значит, он человеку нужен, да? Вместо того, чтобы поискать какие-то другие способы реакции, да, мы уходим в еду. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вас беспокоит Тамара Павловна Зародской, Почелка Лою. Слушаем вас. Так как я болею 10 лет с сахарным диабетом, у меня есть немножко избыточный вес. А сколько немножко? Ну, килограмм 10, если честно. Вы считаете это немножко? Вам мешают они? Многовато, но... Вот сейчас в аптеках, даже в спортивных магазинах, есть много разных лекарственных препаратов для снижения веса. Так. Хотелось бы спросить вот у вас, доктора, есть ли смысл их приобрести и какой препарат более эффективен для снижения веса? И что вы порекомендуете мне? Вот при сахарном диабете какой препарат более эффективен и что можно приобрести? Спасибо большое. Не отключайтесь. Я благодарна вам за ответ. Спасибо. А вы не могли бы сказать, сколько вам лет? Мы, по-моему, не успели. Мне 59 лет. 59 лет. И ваш вес вы так не знаете точно какой-то? Не, ну я знаю. Вот мой вес 67 килограмм. Все. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Попробуйте помочь нашей телезрительнице. Знаете, я бы сразу передрисовал вопрос психотерапевта, потому что человек уже сразу настроен, да? На таблетки. Попытайте таблетку, желательно волшебную, желательно побольше. Одну. Одну. Чтобы сразу. То есть вы сейчас говорите о том, что все, что продается сегодня в магазине, таблетки для похудания, их употреблять в принципе бесполезно. Если вы обед говорите, вот, да, если буквально на днях был пациент, я говорю, я вам выпишу очень хорошую таблетку, очень хорошую таблетку, да, она очень хорошо снижает сахар, но она не работает без того, если нужно вечером обязательно прогулку делать хорошую, тогда утром сахар будет хороший. Вот. Он мне перезвонил, говорит, действительно чудо, чудо. Таблетка. А я знаю, что если бы я даже не назначил эту таблетку, у нее сахар все равно был бы лучше, потому что, видите, тот процесс, нужно человека заставить двигаться, заставить правильно питаться. Сахарный диабет может стать причиной лишнего набора? Наоборот, скорее. Наоборот? Скорее наоборот. Скорее наоборот, нет. Лишний вес, который становится причиной сахарного диабета. Это очень важное, кстати, замечание. Скорее наоборот. Но я так и не услышала ответ, что делать с таблетками? Ну, это не таблетки. Скорее всего, речь идет о добавках биологически активных микроэлементов, витаминов. Как вы это накраситесь? Потому что таблеток от ожирения у нас в стране практически нет. Есть какие-то косвенные показания. Таблетки, если видим, что человек не может справиться с помощью питания, движения, тогда, конечно, подбираем. Но это индивидуально нельзя сказать так вот поголовно. Всем таблеткам это подходит. Такого нет рекомендации. Мне интересно ваше мнение, потому что это все-таки, скажем, ваше. Отрасли, таблетки, как вы считаете, стоит их употреблять или нет? Категорически нет. Категорически нет. Ну, а о том, как избавиться от лишнего веса, я думаю, мы еще поговорим. Вы знаете, есть очень интересное сообщение в Вайбере. Наверное, в продолжение нашего разговора. Зоя пишет. Я ем мало, здоровую пищу, но похудеть все равно не могу. Сопутствующее заболевание, кстати, сообщает сразу наша телезрительница. Это гастрит, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет второго типа, рост 162, вес 78. Какую диету вы посоветуете? Человек звонит вот конкретным вопросом. Кто сможет помочь Зое? Зое нужно помочь. Это реально? Зое, да, реально помочь. Еще раз первая часть вопроса, она мне очень понравилась. Я ем мало, здоровую пищу, похудеть все равно не могу. Все, можно не продолжать. Я ем мало. Тогда зададим вопрос. А почему у вас в будущем вес, если вы едите мало? Я обычно предлагаю на выбор три варианта. Знаете, как вот в поле чудес, да? Вариант А. Вес берется из еды. Вариант Б. Вариант Б. Из воздуха. И вариант В. Из воды. Какие у нас еще способы есть? Больше способов нет. То есть человек лукавит, вы считаете? Часто бывает, не то, что лукавит, просто, понимаете, часто бывает так, что люди сравнивают себя с кем-то. Вот, говорят, я ем мало. Мало относительно кого? То есть не имеем четкой таблицы, которая дает нам понятие, сколько же мы должны в день потреблять каких-то калорий. Здесь очень простой рецепт. Если вы едите мало, вес растет. Так. Вывод, вы едите немало. Ясно. В принципе, все понятно. Хорошо. Хорошо. А если, предположим, человек осознал, что у него есть лишние килограммы и решил худеть, с чего начать? С доктора. С которого? В первую очередь надо пойти к своему терапевту и обследоваться. Потому что проблему можно найти уже прямо в кабинете врача-терапевта. Если проблемы как таковой нету, значит, следующим этапом должен быть диетолог. Но у нас в стране есть проблема с диетологами. По статистике прошлого года их порядка 40. Всего? Всего. На всю республику. Врач-гастроэнтеролог может считаться таким диетологом? Нет. Он должен пройти специальные курсы. Только после этого он имеет аккредитацию врача-диетолога. Итак, мы идем к терапевту. Да. Желательно пройти сразу психотерапевта, эндокринолога. Нет? Нет. Ну как, найти причины-то надо? Нет. Так вот, последовательность должна быть соблюдена. Если нет никакой органической причины, почему человек набирает вес, опять-таки возвращаясь к тому, что это может быть жидкость лишняя, то есть там надо что-то искать. Иногда гинекологические заболевания дают. Эндокринология также, да? Эндокринология, совершенно верно. Но это уже на усмотрение врача-терапевта. Дальше уже будут его направлять. Если причины как таковой нету, значит, это диетолог. Если диетолог не справляется, значит, психотерапевт. А я бы сказала и диетолог, и психотерапевт. И психотерапевт, и гастроэнтеролог тоже. Я считаю, без вас тоже. Просто никуда. Все вместе, да. Вот я считаю, что в нашей студии сегодня компания такая, ну извините, что я так вас называю, но действительно такая приятная компания больших профессионалов, которые могут дать сегодня очень-очень ценные, полезные рекомендации нашим зрителям. Добрый вечер, Гомель. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 34 22 43. А это значит, что каждый из вас может стать участником нашей беседы в этой вечерней студии. Напоминаю, сегодня мы говорим про лишний вес. Позвоните в студию, расскажите нам свою историю, как вы боретесь с лишними килограммами. Ну а пока интересные факты о похудении гомельчан. В социальных сетях и на страницах газет гомельчанки делятся своими успехами. Кто-то начинал с правильного пятиразового питания фитнеса. Кому-то помогло худеть в паре, чтобы не оставаться один на один со своими проблемами. Есть даже такие, кто решил поспорить, похудеть на спор и 50 дней ничего не ел. Имеется в виду, не ел сладкого. Кстати говоря, это тоже сработало. Примечательно, что почти каждая худеющая женщина вела дневник похудания и не раз срывалась. Но возвращение было не напрасным. За год минус 15, минус 20, а у кого-то и минус 30 килограммов. На вопрос, почему так сложно похудеть, гомельчанки дружно отвечают, потому что лень. Ваши аплодисменты нашим гомельчанкам за их откровенность. Да. Ну а сейчас я хочу обратить еще раз ваше внимание, дорогие друзья, на наш экран. Сейчас мы попросим, сохраним интригу и попросим режиссера показать очень интересные фотографии. Итак, я хочу пригласить сейчас в эту студию. Обратите внимание, это моя коллега Татьяна Ушакова. Сегодня ей 38 лет. Вот именно так, как сейчас на экране, она выглядела еще несколько лет назад. Вот что случилось? Почему она сбросила 15 килограммов? Узнаем прямо сейчас. Сегодня Татьяна в нашей студии с такими глазами, как будто бы... Это была Нитя. Здравствуй, Татьяна. Привет, привет. Очень рада видеться. Присаживайся, пожалуйста. Я просто не знала, какие фотографии вы выглядели. Но это ты была? Конечно. Там были еще фотографии, похлеще, что называется. И, ну, по-моему, мне кажется, понятно, почему я захотела... Нет, расскажи вообще свою историю, как долго это было, почему ты действительно решила похудеть. На самом деле, лет в 25 я начала набирать вес, потому что... Питаясь точно так же, до этого ничего проблем никаких не было, а потом все началось. И я решила, что, ну, сколько же можно, лет в 36 или в 35 я решила, что все, хватит. Я пыталась сидеть на кратковременных диетах. Естественно, я худела, потом толстела еще больше. Каня, ты можешь нам сказать, какой был у тебя вес? Самый-самый критичный для тебя. Ну, для меня критичный вес... Ну, роста ты небольшого. Рост 158. Очень, можно сказать, так. Да. А вес был 68,5 килограммов. Просто для меня, для моего типа фигуры, это действительно критический вес. У меня вот верхняя часть тела получается очень большая. Мне реально тяжело жить. Просто было тяжело. Мне было очень неудобно. С чего ты начала вспоминать? Как ты начала худеть? Я решила, что мне нужен стимул, потому что ничего не было для меня стимулом. И мы придумали телевизионный проект специальный, чтобы стимул у меня появился. Я худела в телевизоре. И когда люди начали меня поддерживать, те, кто в сетях смотрит... То есть тебе уже ответственность появилась? Да, я уже не могла бросить. Ответственность появилась? Мне сказали, давайте, мы за вами, если у вас получится, мы тоже начнем. Я думаю, ну как я могу подвести людей, себя? И в результате, да. Я сбросила 16 килограммов тогда, два года назад. Это сколько? За какой промежуток времени? Ну, примерно, ну, где-то, ну, больше полугода, может, 6-7-8 месяцев, вот так вот, 9. Танечка, а как ты это сделала? Ты перестала кушать, стала заниматься? Наоборот, все наоборот. Вот расскажи, пожалуйста. Как же я, если честно, я понимаю, что до сих пор я примерно так питаюсь, но я уже набрала несколько килограммов, просто потому что уже не на жестком вот питании. И я надеюсь, что не слышно в микрофон, как разговаривает со мной мой живот. Прошло там с момента грима какое-то количество часов, 3-4, я понимаю, что... И ты уже должна поесть? Я должна поесть. Организм уже привык. Это 5-6 раз я ем до сих пор в день. Обязательно овощи в моем рационе. Мясо – это курица, и она не жареная, она запеченная или отварная. Супы, борщи, тоже все на курочке сделано. Плюс гречка или макароны твердых сортов, все это. И очень много воды. Я очень люблю теперь воду. Раньше вообще не пила. Сколько ты пьешь воды? Полтора-два литра всегда я пью воду. Я даже купила себе недавно в Одессе специально дорогущую бутылку из пластика, из розового, чтобы носить с собой. Чтобы было приятно. Чтобы с платьюшком было красиво. Вот и очень много, да. Чтобы можно было пить воду. Я бы так хотела сказать, это ваш клиент, но, смотри, здесь все, и психологические вопросы. Все, вот Татьяна решила вот свою проблему так. Ну, я же понимаю, что когда хочется сладкого, может быть, не сладкого хочется, там, обниматься хочется, любви не хватает, еще что-то. Но я учила себя заменять чем-то другим, ну, чем-нибудь. Я начала вязать очень много, там, читать, смотрела много фильмов, чтобы наполнять эмоции эмоционально. Татьяна, извини, пожалуйста, за этот вопрос. Ты часто срывалась во время вот этого процесса? Я сейчас срываюсь часто, конечно. Срывалась, да. Были моменты, когда ты похудела, а потом опять набирала вес? Вот во время уже сейчас похудения? Нет, нет, нет. Все планомерно двигалось, потому что это долгий процесс. Но мне кажется, что самое главное, люди худеют и думают, вот похудели, и все. А ну, сейчас вот дальше можно есть как хочешь, если это быстрая диета. А так как я худела долго, ну, как, полгода, мне кажется, достаточно долгий срок для этого, или, там, год, я привыкла так питаться. И для меня это уже не стресс так жить, для меня это уже жизнь. Я вот предлагаю спросить у наших экспертов, насколько правильно ты все делала? Насколько правильно я все делала? Очень правильно. То есть пятиразовое питание? Ну, или шесть. Спортзал был? Уже, я так понимаю, тоже. Были танцы, фламенко было, но нет, спортзала не было как такового. Я так увлеклась всем этим, мне столько времени занимало взвешивание еды, вот это вот все время с собой эти коробочки, чтобы была с собой еда. У меня сумка холодильника есть. Мотивация, да? Мотивация. Я правильно понимаю? Да, цель была. Цель была. Так, какие еще психологические моменты мы здесь наблюдаем вот в этой истории? Которые помогли. Желание, желание работать со мной, да, то есть не уход. А потом желание же возрастает, когда я вижу в зеркале другую женщину, когда на меня уже висит, висит на мне одежда, я покупаю новую себе красивую. Вот это становится новым стимулом уже, потому что я не хочу назад. Когда похудела, я ночью просыпалась, наверное, месяц я просыпалась почти каждую ночь в страхе ходила в зеркало, включала свет и ходила в зеркало. Я боялась, что мне это все приснилось и что я толсто. А сегодня прошли эти страхи? Да, все, все хорошо. Вот мы сейчас продолжим, продолжим твою историю. У нас просто есть телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ольдемар. У меня вопрос такой. Сколько можно употреблять меда при сахарном диабете, чтобы не пополнять и не набирать вес? Спасибо. И вам спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос про мед. Это один из любимых вопросов пациентов. Можно ли мне мед и сколько? Мед. Такое особое вещество. В нем есть сахара очень быстрая. И есть фруктоза. Фруктоза усваивается немножко другим путем. Обычно рекомендации такие. Если вы привыкли к своей жизни употреблять мед, обычно ограничим 1 чайная ложка, максимум 2. Этого будет достаточно. Если человек раньше никогда не ел мед, у меня был один пациент, дедушка, он говорит, ему 70 лет, а можно мне фейхуа? Я говорю, вы когда-нибудь ели его? Говорит, нет. Я говорю, может, лучше не начинайте уже в 70 лет. Поэтому так и с медом. Если вы кушаете мед, ну, пожалуйста, в меру. Все в меру должно быть. Не надо свою жизнь превращать в какой-то надрыв над собой. Я ничего не буду есть, я буду мучиться. Нет, подождите. В данной ситуации сахарный диабет. Да, неважно. Чайная ложка меда. В день? Просто, понимаете, многие думают, что мед я не буду есть. А вот маленькую вафельку почему бы и нет? Так вот лучше съесть две ложки меда, чем маленькую вафельку. Абсолютно верно. Спасибо тоже, Таня, да, употребляешь мед. Я не очень люблю, но, в принципе, там, по утрам, да. Таня, ну вот ты вот рассказала сегодня нам очень интересную историю. Она, наверное, может быть, типичная даже, да, для сегодняшнего дня. Все-таки 15 километров, но это не 30. И многие женщины сегодня способны за полгода это сделать, приложив какие-то усилия. Способны усилия. Ирина, скажи, пожалуйста, а сегодня ты знаешь вот свои показатели? Вот сколько ты весишь? Честно вам признаюсь, я давно не вставала на весы. Я подозреваю так по одежде, что немножечко набрала. У вас есть шанс. У вас есть шанс? Давайте поаплодируем. Вы меня тоже туда отправили. Да, мы туда хотим тебя пригласить. Я тоже поаплодирую. Я буду рядом, пойдем. Я очень волнуюсь, мне нужно... Разувайся, ты поразувайся, да. А я попробую задать вопрос нашим гостям. Кирилл спрашивает, милая дама, это к нам пока, наверное, да. Подскажите, пожалуйста, какой самый эффективный разгрузочный день вы знаете? И вообще разгрузочный день, в принципе, как... Не надо его делать. Я считаю, что не надо этого делать. Я считаю тоже, что не нужно. Потому что это стресс для организма. Организм начнет работать на запасание. На следующий день он наберет и спрячет в себя что-нибудь ненужное. Отлично. Можно избегать загрузочных. Да, совершенно. Будет вам разгрузочный. Замечательная точка зрения. Наталья задает вопрос. Чем можно заменить соль в рационе и в каких продуктах содержится калий? Калий содержится в сухофруктах в большом количестве, в запеченном картофеле. Именно в запеченном картофеле. Лучше, если он будет в мундире. Бананы содержат калий. Вот морепродукты очень хорошие. Чем соль можно заменить? Специями любыми, другими. То есть это может быть перец, это может быть чеснок. Все зависит от того, что организм лучше переносит. А вот есть, спасибо большое. Есть еще такой вопрос от Марина, нашей телезрительницы. Помогите понять, что происходит. Женщина паникует уже. Уже месяц как ограничила себя в еде. Отказалась от майонеза и картошки. Хожу в бассейн, но вес не уходит. Что не так? Опять скажете, опять лукавит разве? Ограничила беде. Нет, знаете, вот в таких случаях я очень часто использую пищевой дневник. Человек часто бывает, что он что-то пропускает. Он не то, что лукавит, не то, что он делает преднамеренно это. Поэтому пищевой дневничок за три дня, он очень четко покажет. Просто покажите мне свой дневничок, и я скажу, где у вас ошибочка. Бывает, одного дневника достаточно встречи с пациентом, чтобы сразу же уйти. Тань, у тебя был дневник? Сразу видно, сразу видно. Вообще про Таню хочу сказать, что, мне кажется, это готовый инструктор. Я вообще хочу вообще уйти со студии. Не надо, не ходи. Нет, отправить ее в народ, и она должна уже нести эту... Давайте сначала проверим, сколько она в стиле нормального здания брала. Сейчас выдадим ей удостоверение инструктора народа. Народного? Ой, как раз мой размер. Для меня эти весы... Замерли? Замерли. Вес уже у нас есть, пока не скажу. Держим. Беритесь за... Я вижу. Мой вес. А крепко сжевать надо, нет? Чтобы был хороший контакт. Хороший... Сейчас сделаем хороший контакт. Давайте поаплодируем. Контакт произошел. Я как космонавтка. Да, все, пожалуйста. Спасибо. Значит, рост я уже ваш подслушал. 158. Да, а вот возраст пока нет. 38. Так, 38. Вот во вторник, кстати, у меня был день рождения. Ну, поздравляю. Прямо по нашей программе. 158, да? 158 это рост. 158 рост. 38. Все, и мы готовы сейчас смотреть. Значит, первое, что по весу. Вес мы будем озвучивать? Не надо. Не надо. Вес нормальный. Но нормальный, да? Вес нормальный абсолютно. Ну, то есть не будешь больше переживать. Количество жира абсолютно в норме. Так. Количество мышечной массы хорошее. Косточки крепкие. Спасибо. Сейчас посмотрим водичку. Масса тела, которую мы разбирали, идеальны. 22. Дальше водичку мы посмотрим сейчас. Водичка у нас в организме 53,4%. Это очень хорошо. И, соответственно, у нас метаболический возраст. Мы получаем 26 лет. Давайте поаплодируем, Тань. Мы тебя поздравляем. Я помолодела на глазах. Спасибо. Вот видите. Наверное, это говорит... Танечка, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Наверное, это говорит о том, что Татьяна все делала правильно. Да? Что даже эти чудо-весы, на которые я даже несколько обиделась, да? Но, в принципе, вот в истории с Татьяной вроде как все и хорошо. Хотелось бы такой вопрос вам задать. А все-таки какие главные принципы должны быть и образ жизни для человека, давайте еще раз повторим, напомним, который решил сбросить лишний вес или хотя бы его не набрать? Должен быть активный образ жизни. Должна быть жесткая мотивация. Человек должен действительно вести дневник, чтобы понимать, сколько калорий он потребляет и сколько он может потратить. Сейчас есть в большом ассортименте разные приспособления, которые можно себе повесить и посмотреть, сколько сжег калорий, сколько прошел метров, километров, шагов и прочее, да? То есть это помогает обычному человеку в простой жизни, если он уже до специалиста дойти не может. Стоит ли прибегать к таким крайностям, как не ужинать, не кушать после шести, переходить на вегетарианство или сыроедение? Понимаете как, после шести не есть смысла нету, потому что кто-то ложится спать в восемь, кто-то ложится в двенадцать, кто-то в два. Надо не есть тяжелую пищу за два часа до сна. Если человек интеллектуального труда все-таки, то на ночь надо употреблять пищу. В эквиваленте можно посчитать две с половиной чайные ложки сахара. То есть это может быть чай с каким-то десертом, это может быть десерт творожного какого-то происхождения, йогурт. Так много? Да, для того, чтобы мозг активировался. Он активно отдыхал, получал энергию, затраты. И утром вы себя чувствовали нормальным человеком, способным творить чудеса. Только если мы с тобой нашли дрова рубить, тогда нам можно вот это вот на ночь все употребить. Да, ты считаешь, что не стоит так сразу дословно бежать? Лучше на ночь что-нибудь без углеводок есть. Наталья Валентиновна, вот скажите, давайте представим, человек живет совершенно другой жизнью, он совершенно по-другому питается. И сейчас он слышит, как мы даем ему подобные советы. Он психологически не готов. Ваши рекомендации, как психологически настроить себя на новый образ жизни, на новый, скажем, режим питания? Как это сделать? Начать с дневника? Ну, можно начать. Нет, я бы сказала, что здесь сформулировать цель. Да, сформулировать цель, что я хочу. Я бы заменила слово похудеть, да, все-таки похудеть, это слово идет вот худо. Физическое что-то такое, да, понятно. А наш организм устроен так, что он защищает нас от худого, от плохого, да, и сразу так это поправится, стать больше, лучше. Хорошо, тогда как мы назовем этот дневник? Я бы сказала, стать более стройным. Дневник стройности? Стройности, да, то есть постройность. Давайте говорить, потому что, ну, похудеть, худая кастрюля, худой, тощий, больной. Хорошо, мы завели дневник. Мы завели дневник, сформулировали цель, да, были даны советы гастроэнтеролога, скажем так, диетолога, Татьяна говорила нам, да, и далее придерживаться, слушать свой организм, слушать свой организм. Ну, хорошо, но хочет мой организм картошки, так что мне его слушать? Стоп, здесь он хочет картошки определенное количество, опять, да, сколько, то есть чувство легкого голода, я думаю, вы со мной согласитесь, должно быть, когда... Вот, очень хорошая рекомендация, вот как перейти на новый режим питания, наверное, все-таки сохранять вот это чувство голода в себе, научиться им довольствоваться. Простите, что я так клиниваюсь, потому что многие едят перед телевизором, перед компьютером, тогда почувствовать чувство никакого голода или насыщения вообще невозможно, потому что естся все, что лежит на тарелке. Абсолютно. Но я взвешивала еду, у меня конкретная порция, больше, чем эта порция я не съем, даже если я буду есть вверх ногами, и поэтому вот мне помогло взвешивание пищи. А здесь нет, понимаете, такой единой рекомендации, да, взвешивать, не взвешивать. Ведь что такое диета? Диета – это образ жизни. Образ жизни. Почему срываются очень многие, да, и потом набирают? Во-первых, остается причина, внутренняя причина, это психологическая причина. И я говорила про то, что здесь необходимо для того, чтобы постройнить, необходима работа нескольких специалистов. И когда уходит эта причина, да, то тогда и появляется мотивация. Это как выздоровление. Да, уходят страхи, уходят тревоги, уходит депрессия, которая тоже может являться как следствием лишнего веса. Спасибо. Вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, сколько безболезненно можно потерять килограммов, допустим, в месяц? Про безболезненно – это вот, знаете, мы все пользуемся, пользуемся всеми поисковиками, да, в своей жизни, в обычной. Я вот сегодня, кстати, набрал. Знаете, мы когда набираем слова первые, сразу выскакивают на предложение. Я набираю «как быстро?» Похудеть. И сразу же первый вариант был похудеть, второй ряд – в домашних условиях похудеть и так далее. Ну нет, так неправильно, наверное. О, как правильно. Как правильно целоваться, обниматься, но не оба слова «похудеть». Значит, люди ищут, как быстро похудеть. Никто не ищет, как правильно похудеть. Хороший ответ, кстати, спасибо. Я поняла, да. То есть количество килограммов здесь не имеет совершенно никакого значения. И по поводу еще одна ремарка, что вот диета, слово «диета», пациенты боятся слова «диета». И мы… Я стараюсь в своей практике коренным образом не менять пищевые привычки, модифицировать их. Если человек ел всю жизнь наутро, допустим, там, бутерброд какой-то там, да, я бутерброд этот поменяю на другие составляющие, бутерброд этот оставлю ему… Привычку оставите? Обязательно, потому что если мы все поменяем ему коренным образом, у него срыв будет 100%. Он все равно вернется в своем бутерброд. Поэтому лучше модифицировать. Поэтому дневник очень нужен, дневник пищевой. Знать, как он живет, чем он живет, когда он питается. И просто чуть-чуть отрегулировать. Спасибо. Есть, вы знаете, вопрос очень интересный для Татьяны Евгеньевны. Скажите, пожалуйста, вот что это за такая новая методика в борьбе с лишним весом? Вот, Таня, интересно, знаешь ли ты об этом? Когда худой человек может помочь полному. Расскажите нам. Значит, американцы придумали, что можно пересаживать микрофлору от худого человека к тучному человеку. И тучный человек будет худеть. Эксперимент на мышах был потрясающий. На мышах? На мышах, да. Потом они внедрили эту практику к людям. Потом еще оказалась цепь таких случайностей, что это помогает при разного рода заболеваниях, кишечника в том числе, неспецифический язвенный колит, болезнь крона. И такое грозное очень заболевание, которое сегодня есть, антибиотико-соцированная диарея, он же называется псевдомембранозный колит. При трансплантации микрофлоры человек поправляется без дополнительного лечения. То есть мало того, что он начинает худеть, и еще при этом он как бы выздоравливает, борется с какими-то... А насколько это сегодня, скажем, начинается или уже распространяется у нас? По Белоруссии этого пока нету. Ну, единственное, самый ближайший для нас центр – это в Новосибирске. Но они лечат пока экспериментально определенные виды заболеваний. Вы бы как вообще характеризовали? За этим методом будущее? Будущее, совершенно верно, да. Спасибо. Потому что этим методом, еще добавлю, можно, как описывают исследователи, лечить сахарный диабет, атеросклероз и многие другие заболевания. Поэтому, я думаю, пройдут еще испытания, и мы скоро внедрим. Ну, вы знаете, на мой взгляд, это из той серии, что как быстро получить, в принципе, стройную фигуру. Да, ведь действительно, что может быть заманчивее, чем получить стройную фигуру без всяких вот усилий диет? Кстати говоря, считается, что липосакция победила физкультуру. Правда ли, что пластическая операция может раз и навсегда избавить нас от лишнего веса? И кому вообще подходит такой метод похудания? Лишний вес – тема сегодняшней программы. И на волнующие вопросы о пластической хирургии сегодня в прямом эфире ответит известный пластический хирург Чеслов Кушелевич. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите к нам, к нашей компании. Чеслов Дионисович, первый вопрос. Скажите, правда ли, что липосакция может раз и навсегда избавить нас от лишнего веса? Не совсем. Правда? Так. Но эта операция направлена на коррекцию пропорций контуров тела в большей степени. А насколько можно похудеть за одну такую операцию? Ну вот, максимально. Тоже вопрос очень искутабельный. За одну операцию можно убрать, ну, до 8-9-10 литров жидкостной жировой ткани. То есть можно похудеть на 10 килограмм? Нет, ни в коем случае. Но через некоторое время можно обнаружить уменьшение веса через, например, через месяц, через полтора. Когда организм уже адаптируется к результатам, к последствиям операций, тогда возможны какие-то уже изменения веса. Вот сегодня говорят очень много о разных видах липосакции. Расскажите, пожалуйста, какие из них популярны в Гомеле? Ну, липосакция, она и есть липосакция. Это липо, жир и сакция отсасывания. Это хирургическая технология, направленная через небольшие проколы, разрезы, удаление избыточных отложений жировой ткани. Это основной вид хирургического вмешательства. Но и существует несколько таких вспомогательных технологий. Это использование лазера, использование ультразвука, ну и бывает. То есть это только вспомогательное? Безусловно, да. В любом случае, операция есть операция. Скажите, пожалуйста, насколько вообще рискован такой метод похудания? Это хирургическая операция. Так. И присущи все виды риска, как при любых хирургических вмешательствах. Многие люди, вы знаете, вот все-таки думают сегодня, что с помощью пластической хирургии можно полностью изменить свою жизнь. Вот мне интересно ваше мнение. Что вы говорите своим пациентам, когда они так считают? Я считаю, что можно изменить свою жизнь, если сам пациент настроен, если пациент знает, что он хочет получить, а врач может ему примерно предсказать, что он может сделать для того, чтобы улучшить его жизнь. Что можно в конечном итоге получить от этого вмешательства? Вы знаете, у нас уже есть для вас несколько сообщений в Вайбере. Люди просто знали, наш телезритель, что сегодня вы придете к нам на программу. Например, Наталья спрашивает, есть ли в пластической хирургии понятие сезонности? Например, осенью какие пластические операции вы порекомендуете? Пластические операции практически не связаны с сезонностью. Их можно выполнять в любое социально удобное для пациента время. Ну, естественно, например, если какие-то операции, где требуется ношение, например, ну, та же липосакция живота, там, бедер, если требуется ношение послеоперационного компрессионного белья, ну, естественно, при такой жаре, как было у нас там 30-29 градусов, лучше ее перенести на более поздний период. На более прохладное время. На более прохладное время, да. Одно сообщение, даже не знаю, вопрос ли это, зачитаю. Липосакция – это для ленивых. Может, лучше ходить в спортзал и поменьше есть. Может, тогда и липосакция не понадобится. Вот как вы считаете? Отреагируете как? Отреагирую. Не согласен, конечно. Еще раз хочу повториться, что липосакция – это контурная пластика. Это удаление избыточных участков, участков избыточного накопления жировой ткани. Ну, например, галифе. Так. Это наружные отделы бедер. Для некоторых все устраивает. Все, как есть, так и хорошо. Некоторые стремятся к чему-то, одеть какой-то новый вид одежды. Ну, или там талию уменьшить и так далее, и так далее. Естественно, конечно. Вы знаете, вот Галина, она считает, что лучше я поголодаю, чем соглашусь на операцию. Ну, каждый имеет свое мнение. Это замечательно. Чеслав Дианисович, вот вы практически хирург. Постоянно оперируете, постоянно общаетесь с нашими женщинами, которые имеют проблему, которые хотят избавиться от лишнего веса. Я считаю, что если они уже пришли к вам, для них это серьезная проблема. Скажите, вот насколько наши женщины психологически сегодня готовы менять свою внешность таким все-таки кардинальным способом? Скажем так, как часто сегодня обращаются гомельчанки и согласно подобной операциям? Это популярно сегодня у нас липосакция? Да, достаточно популярная операция, но в разных объемах и разные анатомические зоны. Есть, например, подбородок, такой так называемый шейный горб или горб бизона. Ну, те же галифеи, те же избыточные отложения в области коленок, в области внутренней поверхности бедер. Ой, сколько я даже сегодня много нового узнала. Мне казалось, липосакция – это живот, бедра, колени, Тань, колени, оказывается, еще можно. А что касается живота, здесь, конечно, два такие момента. Первый момент – удаление избыточной ткани, и второй момент – появление избытка кожи. Избыточная жира, вернее, появление избытка кожи. То есть человек, который резко похудел, сбросил, например, 20-30 килограммов, у него появляется проблема с лишней кожей. Безусловно. И такая операция, в принципе, очень даже… Надо, во-первых, приготовиться, чтобы придется носить некоторое время компрессионное белье, и в последующем, возможно, придется делать какую-то операцию, там, или абдоминопластику, или удаление просто складки кожаножировой. Ну, вот смотрите, приходит к вам женщина и говорит, я хочу сделать операцию, брать лишний жир, но боюсь. Часто говорят же так женщины, наверняка. Часто говорят, да. Вот какие психологические проблемы их волнуют? Что они боятся? Они боятся боли, они боятся результата после операции, или они чего боятся? Или что вес останется, ничего не получится? Во-первых, это травма. Во-вторых, травма, которая приведет к длительному послеоперационному периоду восстановления. То есть будут болезненности, отеки и гематомы, синяки, дискомфорты, ограничения выполнения непосредственно профессиональной работы, ограничения продвижения, в том числе катания на велосипеде, на мотоцикле и так далее. То есть женщина должна быть, в принципе, к этому готова? Безусловно. Это травма. А вот мне интересно мнение психотерапевта. Наталья Валентиновна, что все-таки заставляет женщину, которая недовольна своим весом, вот идти к пластическому хирургу? Почему не в спортзал, там, не щадящее питание? Вот как вы считаете? У каждого человека имеет право на свой выбор, да. И это тоже своеобразный способ решения вопроса. И это имеет право быть. То есть человек сам вправе выбирать. Да, понятно. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена, я из Гомеля. Я смотрю вашу передачу с большим удовольствием. Большой привет сейчас у Дианитовича. Спасибо. Вы, наверное... Я его пациентка очень давняя, понимаете. В принципе, он начал разговор с того, что про липосакцию и так далее, что для этого должна быть мотивация. Вот он мне 17 лет тому назад дал, понимаете. Вот я когда-то пришла, вроде бы и немного, небольшое было, увеличение небольшое было, но живот и бедра я сделала. После этого он правильно сказал, что надо это все поддерживать. У меня появилась мотивация, начала ходить сначала, ну а к Рубику потом стала ходить на фитнес. Семнадцать лет я этим занимаюсь, вес мой не растет, я в идеальной форме. Мне 62 года, я выгляжу замечательно. Плюс к тому, я еще много чего у него дальше. Я спастила, человек замечательно, с ним общается в одном удовольствии. Мне очень радоваться нельзя, я вам честно говорю. Скажите. От него такой идет, такой позитивный... И от вас, вы знаете. ...и просто жить хочется дальше. Дальше делать себя красивой, красивой и красивой. Я много что у него дальше уже, я просто постила и начала делать. И... Ой, спасибо, я буду слушать. Спасибо. Скажите. Я не знаю, что дальше сказать, но я его люблю, он молодец. Он несет счастье, здоровье, любовь, хорошее настроение. Моя мама когда-то сказала, дочка, никогда не жалея деньги на свое хорошее настроение. Смотри на себя в зеркало, вкладывай в себя деньги, и ты будешь счастлива. Привет вам, Светлана. Спасибо. Какое-то работают по питанию после подобной пластической операции? Ну, смотря, что делали. Если мы беремся за живот, как сказал Чесла Дионисович, компрессионный трикотаж носится долго, достаточно, я бы рекомендовала не переедать. Все-таки устойчивая небольшая порция, не больше стакана, 250-270 мл, надо частыми дробными порциями водно-солевой баланс соблюдать, потому что там есть, конечно, отек послеоперационный, надо пить большое количество воды и смотреть, чтобы эта вода таким образом выходила естественным, чтобы не оставались отеки. Еще бы рекомендовала обратить внимание на коллаген, то есть желатин. То, что приведет потом кожу в состояние эластичности, поможет ей самостоятельно вернуться на круги свои. Спасибо большое, я хотела бы задать вопрос Татьяне. Татьяна, а как ты относишься к пластической операции? Скажем так, ну, чтобы покоретней как-то, да, все-таки мой вопрос выглядел. Готова ли ты психологически? И если бы вот еще там, например, несколько лет назад вдруг тебе предложили, как бы ты отреагировала? Я могу сказать так, несколько лет назад я бы четко сказала, нет, мне страшно, мне страшно, я боюсь, больно будет мне очень сильно. А сейчас вокруг меня и женщины уже постарше, я постарше, и девчонки делают уже разные процедуры, операции или пасакции в частности. Ну, я могу сказать так, что у моих подруг это работает в комплексе. И действительно, вот как, если я не ошибаюсь, Елена звонила, что после операции появляется стимул, чтобы все это поддерживать. Когда ты видишь себя в другом теле немножко, который тебя больше устраивает. Но ты пока не готова. Ну, через несколько лет я к вам. Ну что ж, вы знаете, это как раз-таки вот те мифы, да, которые сегодня существуют. Я предлагаю несколько из них вот как бы развить сейчас. Миф первый, что пластическая операция, во-первых, это очень больно и опасно. Скажите коротко, да, нет. Тоже дискутабельный вопрос. Все операции хирургического вмешательства приносят какую-то болезненность, естественно. Но опасность зависит от состояния здоровья пациента на день операции, в первую очередь. В вторую очередь, какой объем человек хочет сделать. Если это локальные какие-то вмешательства там с обеих сторон, это совершенно не опасно. И при сегодняшнем развитии медицины все там нормально. Миф второй, что пластическая операция дает временный эффект. Пластическая операция дает длительный хороший эффект. Если правильно подобраны показания и правильное исполнение. Есть еще одно мнение такое общепринятое, что делать пластическую операцию надо не раньше 50 лет. Липосакция. Первая липосакция у ребенка у меня была проведена в 14 лет. При, ну, избыточный вес и очень-таки некорректные были. Или контуры тела, талия, так называемые фланки над ягодицами. И мы пошли на это. Девчонка счастливая, довольная, нормально. И самая старшая, извините, 75 лет. О, это так как раз. А как насчет некрасивых и заметных шрамов после операции, которые остаются, которых все боятся, скажем так? Ну, то, что касается липосакции, конечно, там малоинвазивная операция, проколы до 7 мм. Несмотря на то, что сама операция травматична, конечно, большие области включены в работу. А на самом деле это остаются небольшие точки. Их можно всегда завуалировать, спрятать в складке или там под белье. Ну, в общем, некоторые мифы мы попытались сейчас как бы развить. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Любовь Борисовна из Гомеля. Да, слушай. Я смотрю вашу передачу и хочу сказать огромнейшее спасибо Кушевеичу Чеслову Дионисовичу. Это хирург высочайшего профессионализма с большим чувством ответственности за своих пациентов, за свой труд. За его золотые руки спасибо большое. Чеслов Дионисович, желаю вам, как прекрасному человеку, здоровья, долгих лет, трудовой деятельности. Огромное вам еще раз спасибо. Обнимаю с величайшим, ну, с величайшим просто отношением к вам. Всего доброго вам. Всего. Спасибо большое. Я так понимаю, это ваши благодарные клиенты, которые, наверное, сегодня очень красивые, подтянутые, стройные. Ну, вот уже, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. А так, конечно, можно было бы задать очень много вопросов. Да, как живется после пластической операции? Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали женщине или мужчине, который решил на подобную операцию для того, чтобы избавиться от лишнего веса? Я считаю, что если мы найдем правильный диалог, мы можем сделать, конечно, все это в позитивном русле, с хорошим результатом. А в каких случаях не стоит этого делать? Если пациент не знает, что он хочет получить, в первую очередь. И, во-вторых, если состояние здоровья недостаточно для того, чтобы проводить такую операцию. Достаточно хорошее. Спасибо вам большое. А вы знаете, дорогие друзья, ведь есть одно сообщение в Вайбере, кстати, очень-очень в точку. Мы тоже собирались об этом рассказать в конце программы. А сообщение звучит так. Гомельщина, принимай беговой вызов на 100 тысяч рублей. Именно такую сумму мобильный оператор переведет в помощь детям, если за 10 дней 10 тысяч белорусов вместе пробегут 10 тысяч километров. Беги, фиксируй километраж и выкладывай свой результат в соцсетях. Дело в том, что, кстати говоря, чем это не повод сбросить лишний вес и сделать при этом благое дело. Тем более, что речь идет о сборе средств для республиканской детской больницы медицинской реабилитации. Это уникальный такой центр для лечения детей и подростков до 18 лет. Ежегодно здесь ставят на ноги более 3 тысяч детей. Пока это единственное место в стране, кстати, на базе которого получают реабилитацию дети с гематологическими, онкологическими, нефрологическими заболеваниями. Вот эта вот акция «Вызов 100 тысяч» стартует завтра и продлится до 4 сентября по всей стране. Чтобы принять в ней участие, нужно взять на пробежку смартфон, зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. И результаты этого своего забега в виде скриншота просто выложить в социальные сети. Кстати говоря, подробности вы найдете там же, в социальных сетях. И всем бегунам предлагают передавать такой беговой вызов своим друзьям и знакомым. Спорт, питание, мотивации и обязательные консультации эндокринолога, психотерапевта, гастроэнтеролога, диетолога и даже пластического хирурга. Вот такие вот простые секреты стройности мы сегодня определили. И напоследок, скажите, пожалуйста, что вы пожелаете людям, которые не могут сбросить лишний вес? Ну, хотелось бы пожелать им оставаться самими собой, не подражать каким-то идеалам, научиться чувствовать свои потребности, научиться выражать свои эмоции, посмотреть, заглянуть в свои страхи, они могут оказаться не такими страшными. И тогда, я думаю, что вы станете стройными, и будет гармония души и тела. Спасибо. Как вы считаете? Скажу коротко. Настойчивость и вера – это самое главное, что нужно в этом. То есть работать, работать и еще раз работать? Да. Ну, в принципе, я поняла, да. Работать есть над чем, дорогие друзья? Слушаем вас. Мотивации. Самое главное – мотивация. Когда уже есть мотивация, можно найти своего соратника, пусть это будет фитнес-инструктор, пусть это будет доктор. И тогда все получится. Главное – не сдаваться. И правильного питания все-таки. Такого регулярного, пятиразового минимума правильного питания. Я правильно сейчас подослушаю? Должна быть физическая нагрузка к питанию. Питаться можно и 8, и 10 раз, без разницы. Но если нет выхода энергии, то смысла в этом нет. Что вы пожелаете нашим телезрителям, которые хотят сбросить лишний вес? Ну, если не готовы к каким-то грандиозным и серьезным вмешательствам, значит, надо бы жить в таком состоянии, как есть. И наслаждаться хотя бы. И получать удовольствие, да. Ну что ж, спасибо всем участникам сегодняшнего эфира. Татьяна, скажи, пожалуйста, ты человек, который имеешь моральное право сегодня пожелать нашим зрителям, да, как избавиться от лишнего веса? Ну, если вы хотите, но не можете, значит, вы на самом деле не хотите. Значит, наслаждайтесь, любите людей вокруг себя, такими, какие вы есть на самом деле. А если вы действительно хотите, то все у вас получится, потому что здесь прекрасные специалисты сегодня в студии, которым можно обратиться в любой момент, получить грамотную консультацию, понять ваши причины, что вам с этим можно сделать. Спасибо. Счастья, всему любви. Спасибо, Татьяна. Спасибо всем участникам сегодняшнего эфира. Дорогие друзья, мы попытались рассказать вам самые популярные и даже непопулярные методы, как избавиться от лишнего веса, ну а здесь уж как вы выберете, так что выбор есть, что называется. Спасибо вам, что были с нами этот час. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волонец. До свидания, до новых встреч. Продолжение следует...